девочки всем привет сегодня явно не мой день иду расстроена девчонки капец какие расстроена короче пошла заплатить за воду у нас за воду принимают вторую и четвертую неделю ну короче я пришла оказывается сегодня не 4 5 неделя сказали приходите следующем месяце вот ну ладно потом короче пошла я fix price и хотела купить девчонки хотела купить себе ящий ящичек для кухни уже придумала куда его поставлю что туда насыплю что да как уже прямо я вся была в этом ящике там два варианта этих ящиков один папа повыше и поуже а другое хотел бы другой он как раз вот то что мне надо поставить два туда два цветка маленьких и вот эти круглешочки ну вот эти как вязаные клубочки до туда насыпать думаю будет очень прикольно смотреться и все я такая такая вся на крыльях радости побежала fix price и что вы думаете этих ящиков нет ни первого варианта не второго нет вариантом один стоят три штуки последних которые с ручкой такие огромные но не захотела я их все короче я иду расстроенная вот зашла еще в дикси зашла в дикси девчоночки сейчас вам продам и покажу может быть кто-то покупал может быть нет не знаю но если кто не брал девчонки возьмите не пожалеете они сейчас дикси по акции по 36 рублей они там не далековато так бы вам показала короче кузя езжи палочки кузя а это только шоколадные шарики девчонки я не пробовала но мои дети вчера были в восторге макс говорит мама они такие вкусные ноги они такие большие вот ну допустим дайте несколько и продается там маленькие шарики нужно заливать молоком здесь ничего не написано да не надо но вчера катюха с удовольствием залила молоком макса у меня в сухомятку по от мамы нереально вкусно они офигенные вот инград и ну типа я говорю ты же можешь зайти после школы до в дикси и купить ну 36 рублей он нет вам лучше твоих рук как бы более вкусно я говорю ну ты польстила мне так приятно стало что я зашла я купила им эти палочки шарики сейчас вам покажу кстати и все иду ничего не хочу расстроенная я дикси взяла апельсины и девчонки вчера лежал один апельсин короче он лежал три дня этот апельсин никому не был нужен макс взял катя захотела короче не понравились ну так кавычках за этого 1 апельсина зашла закупила этот апельсин а в дикси взяла ватные диски поторопилась а фикс прайсе они что-то дешевле не дешевле наверно большая 37 рублей потом творог классические две пачки сегодня я сделаю запеканку буду завтра кушать на ночь сделаю потом взяла бананы фикс прайсе взяла 99 рублей это ароматический набор ну короче было хочу поставить в нашу комнату был зеленый чай я его взяла роза была она не захотела и морской бриз больше ничего не было если бы ванилька я бы ваниль взяла ну ладно так две груши взяла девчонки то на на офигенное блюдо я вам покажу поэтому для этого я взяла две груши а яйца закончились яйца потом забыла купить и хочу сегодня приготовить еще конфеты ппшны и мне нужна там кокосовая стружка девчонки забыла в диксе купить кокосовую стружку фикс прайсе взяла кокосовые чипсы за 55 рублей а потом вспомнила мне орехи нужно для этих поняли для конфет под низом под фикс прайса магазин и по 12 рублей есть кокосовая стружка короче вот так взяла вот они шарики кузя девчонки серьезно офигенные так сметана в диксе по акции потом нот по акции тоже взяла две формы формы для запеканки пускай лежат кошачий корм пакеты большие и вот такие вот фикс прайсы я беру офигенно классные перчатки виниловые мк они конечно немножечко чуть-чуть маловато эльки нет почему-то девчоночки сейчас помыла голову и хотела вам показать два средства которые я давно вам хотела показать покупала я это за свои деньги это не реклама почему я купила именно эти два средства потому что знаете тоже инстаграм такая штука короче у них у каждого блогера до кого я там смотрю реклама от нее те же как и у нас на ю тубе этот василек а там вот эти вот эти средства для по уходу за волосами это ликата вот я купила два одинаковых средства для ослабленных и поврежденных волос вот тюбики девчонки маленькие они по 250 миллилитров они реально маленькие я думала больше будет но скажу цена я покупала на совместных покупках но цена хочу сказать тоже не бюджетно один такой флакончик стоил 230 рублей вот получается там ну для разнообразных волос и это было самое дешевое 230 рублей ну и также и бальзам да но здесь получается бессульфатный бальзам вот я решила попробовать так как в инстаграме только и и реклама на вот эти средства что хочу сказать девчонки что хочу сказать по поводу вот этих двух средств офигенные офигенные я не пожалела что я купила мне вот это очень нравится вот ликата девчонки если вдруг увидите как бы советую попробовать да вот есть конец может быть я взяла эти шампунь и бальзам и они подошли до моим волосам всем не нравится все супер может быть если я взяла в другое как бы направление да там допустим для жирных волос может быть бы и не подошло но то что вот это я взяла девчонки это вот реально бомбезно вот так что думаю что то я вам давно хотела показать и рассказать про эти шампуни девчоночки я помню мои хорошие что я вам говорила да сделать видео про мой канал про мой заработок про ютубских друзей про короче все 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 рассказать про мой канал девчонки я помню все были плюсы даже ни одного минуса не было я кстати очень порадовало я готовлюсь к этому видео я помню я все реально помню вы на эти информации очень много получится видео не короткая поэтому когда она выйдет запасайтесь кофем чаем бутербродами до чтобы слушать потому что на самом деле информации очень много и мне надо это как-то уложиться ну хотя бы там да не на час конечно а в какое-то в определенное время чтобы было и понятно и интересно поэтому все мне планы 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 тетради 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 все это пишу запису и обязательно это видео выйдет ну что хочу сказать по поводу запаха да девчонки кстати прикольно прикольный запах мне кстати очень очень понравилось вот поэтому у туда вот на окно поставила ну вот так будет посмотрим будет комнату эту как-то освежать давать запах не знаю но запах мне в принципе понравился девочки еще знаете о чем хотела с вами поговорить и такая тема мне кажется все чаще и чаще я уже об этом задумываюсь я нашла уже мастера я с ней не созванивалась я только написала ей в директ в инстаграме бровиста вот она делает у нас в городе вот но она почему-то еще не ответила я вчера я написала по поводу бровей хочу сделать как его скажите пудровые брови вот фотографии ее смотрела ее работу смотрела мне вообще девчонки в принципе все понравилось очень понравилось но даже прийти на консультацию до чтобы она мне сказала что да когда как почем вот я хочу сделать девчонки брови потому что я уже вас замучила и сама замучилась этими бровями я ездила к тете и мы сделали но она сделала не я она сделала брови вот ну она нарисовала все туда сюда все это красиво было но когда доходит дело уже когда мне надо делать у меня вот серьезно я не понимаю мне не получается я лучше и буду не знаю пытаться какой-то делать двухъярусный торт да что то вот то что грубо говоря я умею ну так кавычках да умею но брови это моя слабость вот я не знаю почему то у меня проблема с бровями и я думаю может быть девчонки мне сделать напыление бровей пудровые брови вот поэтому хотела вас спросить у кого делали вы ли напыление бровей на боже пудровые брови вот как вам эффект нравится не нравится потому что еще знаете что мне еще немножко останавливает это то что моя тетя делала пудровые брови ей не понравилось ей вообще не понравилось или может мастер такой ну как бы неудачно сюда или еще но не знаю но ей как бы не понравилось и она вот сколько я с ней разговаривал гортоль я не советую тебе а у меня все равно знаете ну хочется хочется чтобы с ними не мучиться чтобы были нормальные бровки вот потому что вроде бы как бы вот так издалека вроде бы норм а когда вот я сама их вижу что там извините это пипец это полный кошмар и я думаю блин чуть дела девчоночки напишите если кто сделал пудровые брови напишите пожалуйста как вам вообще советуете ли вы это не советуете вот поэтому очень хочу боюсь хочу вот но она мне пока еще не отвечает если если все хорошо то может на следующей неделе на следующей неделе поеду и сделаю не знаю и на это еще с мужем не разговаривала это может быть знаете с ним поговорю это как будет подарок на день рождения не знаю еще просто реально ну там я стреляю фотографии да она написала что позвоните по телефону или напишите мне в директ директ я и написала и чё ни ответа не привет а ничего нету что еще девчоночки хотела сегодня сделать сейчас пойдем с вами делать конфеты конфеты будут лимонные и трюфельные вот я очень рада мне одна девочка написала что она сделала по моему рецепту рафаэлки и очень понравились девчонки вот видите это блин такая большая благодарность и им так приятно когда по твоему рецепту сделали что-то да и это понравилось и об этом написали то блин большая награда значит грубо говоря не зря старалась даже я очень переживаю бывает такое что да там приготовишь по твоему вкусу в тебе все понравилось а кто-то приготовит и скажет фу какашка как типа ну это можно кушать поэтому когда мне это я прочитала и на ну девушка когда мне это написала меня это серьезными это очень очень порадовала сегодня знаете вот что хотела сегодня от кушать ничего не надо мне делать я потому что вчера сделала себе запеканку а такую классную мясную в инстаграм я выставляла там короче курицы грибы заливочка помидоры брокколи белиссимо просто вот супер я вчера ела не могла наесться и плов я вчера делала поэтому на сегодня все есть а ну сейчас яйца купила я наверное сегодня сделаю крабовый салат да не может быть а вот сейчас сделаю крабовый салат еще и что девчонки хотела я сделать расхламление шкафчиков там у меня кошмар пипец как бы все не на месте все такой кувырок и я хотела этим сегодня заняться но берите сегодня мне вообще ленота вообще жесть мне как вот сегодня лень и наверное мы сделаем с вами в следующем видео но я не знаю следующее видео будет ли про youtube или расхламление короче я посмотрю когда что на девчоночки про youtube я помню обязательно будет это видео и еще знаете надо вспомнить как это называется старая забыта или да старая забыта я раньше чаще выходила в стрим вот сейчас почему-то я стримы не делаю почему я не знаю поэтому тоже хочу провести стрим но стрима если я буду делать то получится он только днем где-то часика вот ну где-то в три наверное потому что вечером это у меня нет возможности потому что приходит как бы мы приходим с катюхой когда катюха это вообще вау это не сосредоточиться только мои нервы может быть руслан приехать и короче такая знаете каталась пока всех накормишь пока все дергают пока туда-сюда это будет как бы ну я буду нервничать поэтому если как когда-то будет стрим то будет днем и опять же я не смогу вас оповестить потому что знаете бывает такое там бац настроение сделать стрим и я могу включиться и все поэтому имейте ввиду будьте будьте на стрёме все девчоночки пойдемте делать с вами конфеты надеюсь конфеты будут вкусные опять же и повторюсь я буду делать впервые потому что рафаэлку я делаю уже второй раз и как бы классно вот а вот эти конфеты которая делала сухофруктов и вот которые лимонные будут еще стрюфельные будут делать девчоночки это впервые мне кажется будет тоже мега в мега вкусные конфеты вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Конфеты, конфеты, конечно, хочу сказать, блин, бомба, просто нереально вкусные, вот они, они, это просто восторг, давайте лимонные, попробую вместе с вами лимонные, ну, хочу сказать, лимонные, просто мега вкусные, 50 грамм меда выше крыши хватает, по сладости для меня они нормальные, я бы, наверное, еще сделала поменьше, поменьше сладости, кокос, естественно, я слышала, ну, девчонки, обалденные, именно лимонные, лимонные, куркуму можно не добавлять, ее добавляется для того, чтобы он придал более желтый цвет, более такой красивый, ну, можно, кстати, в принципе, и не добавлять куркуму. И давайте трюфели попробуем, девчоночки, трюфельные конфеты вообще бесподобны, просто белиссимо, но они мягковатые, хотя нужно было их ставить в холодильник на полчаса, они у меня простояли 2 часа, вот, но все равно они такие, знаете, мягковатые, поэтому лучше хранить их в холодильнике. И, что хочу сказать, у меня был арахис соленый, и поэтому, знаете, он так придает сладко-соленый, практически не сладкий, потому что, как бы, там один банан, как бы, и все, но что-то, знаете, вот, ну, в перемешку. Это мега вкусно, обязательно попробуйте, ну, мне кажется, для трюфельных все ингредиенты у вас есть, но, мне кажется, также и для лимонных, там, в принципе, ничего тяжелого нету, и продуктов таких прям замороченных нету. Орехи можете вообще купить, какие вам доступны, вот, я купила для трюфельных конфет арахис за 2-4 рубля соленые в дикси, доступно, доступно, хотя там нужен был другой орех, ну, мне кажется, и с арахисом, ничем не хуже. Так что, девчоночки, классно, я довольна, я приготовила 4 вида ппшных конфет, было в одном видео, и сейчас, и мне, кстати, очень-очень понравилось, это мега вкусно. Девочки, иду я за Катюхой, этот, ой, блин, что-то я, мои ноги поругались друг другом, не туда рулят, и этот несу, вот такой пакет, ну, тут пакет, знаете, что тут Катюхина переодевалка, мячики сегодня нужно нести, вот, и знаете, что еще? Мы ходим на гимнастику, и там уже, естественно, с мамочками всеми познакомились, уже как родные стали, и с одной девочкой разговорились, а у нее дочка ходит в садик, и она говорит, представляешь, в нашей группе, там, ну, там, куда они ходят, всего лишь, я не знаю, сколько там девочек ходят, ну, короче, на этих девочек всего лишь два пупса, и, естественно, девчоночки маленькие ругаются, да, ну, делят этих пупсов. Она говорит, я уже за свои деньги в группу купила две коляски, да, она сказала, да, вроде бы, две коляски за свои деньги. Я говорю, я мамам предложила, она говорит, девчонки, ну, маленькие дети даже у вас есть, и точно так же покупайте пупсы, ну, мало ли, там, мне нужны эти куклы, или еще что-то, принесите в садик, чтобы, ну, как дети не ругались. Я говорю, ну, и что? Она говорит, нет, никто не принес ничего. Я говорю, ну, давай, я пересмотрю своих, у нас много этих пупсов, грубо говоря, покупаешь, а Катюхе, она выбрала себе, там, три пупса, она с ними и играется, ну, три куклы. Вот, я три куклы выбрала ей, ну, такие приличные, чтобы не разрисованные были, а то у Катюхи привычка есть рисовать, татуировки им делать. Вот, выбрала три пупса и положила в такой пакет, чтобы Катюха не виделась, она увидит, она их не отдаст. Вот. Надо еще, я так сегодня быстро-быстро, а надо пересмотреть еще, еще им передать, потому что Катюхе много этих кукол, и она ими не играет. Так, девчоночки, что еще? Если, если честно, девчоночки, по-честному, вообще сегодня, вообще ничего не успела сделать. Я сделала конфеты, на самом деле конфеты очень вкусные, и Руслан позвонил, а, хотела сделать еще эти, как его, запеканку, чтобы утром она была. Тоже не успела, салат я не успела сделать, наверное, сделаю или вечером, или завтра уже его сделаю, не знаю. И Руслан ехал с работы, позвонил, она говорит, а мне в ленту надо, девчонки, мне надо в ленту, в срочном порядке, у меня закончились эти таблетки для посудомойки. А посмотрела, это я собираюсь на горку, капец. А там акция сейчас хорошая проходит. Девчонки, я вот так, можно с вами? У меня рука устала. Как-то вот так, да что ж такое, вот так как-то, чтобы у меня рука устала на весу, а шлотик не взяла. Нет, так я с вами разговаривать не буду, как это, 33 подбородка, аж мне самой не нравится. Ну так вот, надо в ленту и туалетную бумагу. Думаю, ну заодно, ну там свои, там надо что-то в ленте. Я говорю, Толь, давай, я сейчас приеду и поедем. Я говорю, ну давай. Звонит через 5 минут, он говорит, Толь, я уезжаю гулять. Короче, муж мой поехал гулять без нас. Поехал чисто в мужскую компанию, ему позвонили. Типа, умер, можно? Я говорю, ну уезжай, чё ж тут? Я говорю, едь, чуть-чуть отдохни. Вот, так что, ну я не обиделась, ничего, как бы нормально. У меня уже что-то голова совсем другим забита. О, девчоночки, и всё. Сейчас ходим на гимнастику домой, ну и в принципе, и больше ничего такого интересного и не будет. Поэтому мы на сегодня с вами прощаемся, увидимся с вами в следующем влоге. Ваша Ольга, всё, люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.